Урок номер 22 Я как чувствовал! Вот смотри, что принёс! О, карротс! Морковка! А это что? Чиз! Морковка, понятно, поле рядом. А где ты сыр-то раздобыл? Знаешь, есть такая басня про ворону и лисицу. Вороник-дед-бог послал кусочек сыра. Ну, слышал, наверное. Ворона во рту сыр держит, а лисица давай её нахваливать нарочно. Всё, мол, у тебя такой чудесный и поёшь ты, наверное, тоже здорово. Ворона на это клюнула и как! Каркнет! Сыр, конечно, выпал. Лиса подхватила его и бежать. Ну, а нашу ворону и хвалить не пришлось. Я бегу, вижу, сидит. И кусок сыра у неё во рту. Я ей так вежливо по-английски и говорю. Please, give me some cheese. I'm hungry. У неё рот от удивления так и раскрылся. То есть ты, получается, сыр этот украл? Нехорошо как-то. Ну, почему сразу украл? Украл — это ведь если ты взял что-то безведомо хозяина. А тут ворона прекрасно видела, как я сыр под деревом подобрал. Я даже и сказал. Thank you very much. See you tomorrow. Правда, она ничего не ответила. Я уже далеко отбежал. Оглянулся. А она с раскрытым клювом так и сидит. Ну, тогда другое дело. How many carrots have you got? How many? How — это я помню, как. А вот что такое many? Не помню. Many — значит много. How many — как много? Сколько? Так мы говорим, когда хотим спросить, сколько яблок или сколько морковок у тебя есть. How many carrots have you got? Ага, понятно. I have got six carrots. I have got many cheese. Ты молодец, что запомнил слово many — много. Но I'm sorry, о сыре сказать many нельзя. Ну, почему? Ведь его действительно много. Посмотри. Ворона где-то здорово разжилась. Если сыра много, то про него надо сказать much cheese. А почему это так? О морковке many carrots, а о сыре much cheese? Ведь и того, и другого много. А вот я тебе сейчас дам несколько слов, с которыми употребляется many, и несколько, с которыми much. И ты сам сообразишь. Listen to me. Many books. Много книг. Many chairs. Много стульев. Many toys. Много игрушек. Many rooms. Много комнат. Так, хорошо. А теперь со словом much. Much milk. Много молока. Much bread. Много хлеба. Much sugar. Много сахара. Может быть, с едой нужно говорить much? А разве a carrot, морковка, не еда? Действительно еда. Да еще какая? Значит, дело не в этом. Можно сказать much water. Много воды. Much snow. Много снега. Кажется, я понял. Much употребляется с чем-то таким, что льется, крошится, сыпется. Это обычно не то, чтобы нельзя подержать в руках, а нельзя, ну, как бы это сказать? Может быть, нельзя посчитать? Да, вот, точно, нельзя посчитать. Молоко мы можем посчитать пакетами, литрами, чашками. А если мы его разлили? Лужами, если только. Совершенно правильно. You are right. Такие существительные, так и называются, неисчисляемые. То есть, не поддающиеся счету. А те, что посчитать можно, исчисляемые. То же самое, кстати, и в русском языке. Всегда, если затрудняешься, исчисляемое, существительное или нет, начинай считать. Например, один комар, два комара, посчитать можно, значит, существительное, исчисляемое. Вот уж кого, по-моему, нельзя сосчитать, так это комаров, особенно в июне. А ты знаешь, ты это очень здорово подметил. Я как-то об этом никогда не задумывался. А ведь в английском языке есть существительные, обозначающие предметы, вернее, существ, которых можно посчитать, но при этом слово звучит одинаково и в единственном, и во множественном числе. Буква S на конце не прибавляется. То есть, множественного числа как бы нет. Вот, вот смотри. Действительно, форель я не видел, но когда рыба целым косяком плывет, ее сосчитать невозможно. А если б ты видел у нас в Англии пасущееся стадо овец? Огромный лук, даже края не видно. И по всему лугу разбрелись овечки. Разве их сосчитаешь? Удивительное все-таки дело язык. Да, в языке любого народа всегда отражается вся жизнь. Привычки, традиции, уклад. В языке ничего нельзя придумать и изменить искусственно. Здорово. Ну, мы с тобой отвлеклись. Итак, мы говорили об исчисляемых и неисчисляемых существительных. Помнишь, как по-английски будет считать? Не помню. Вспомни. Сосчитай от одного до двадцати. Count from one to twenty. Good for you. Считать to count. Поэтому исчисляемые существительные называется countable, а неисчисляемые – uncountable. Какие длинные слова. Ну, запоминать их пока не обязательно. Это так, на всякий случай. А теперь давай поиграем так. Я буду быстро называть существительные, а ты будешь говорить, что с ним употребляется – much или many. При этом исчисляемые – существительные. Естественно, надо будет ставить во множественное число. Чтобы не было подсказки, слово буду называть без артикля. For example, rhyme – many rhymes. Понял. Let's play. Pair. Many pairs. Shirt. Many shirts. Bird. Many birds. Milk. Much milk. Snow. Snow? Снег? You are right. Тогда much snow. Water. Much water. Люблю, когда много воды. Man. А что значит men? Oh, I'm sorry. Мы действительно это слово еще не знаем. Man. Значит, человек, мужчина. А, кстати говоря, множественное число это слово тоже образует не по правилам. Amen. Men. Не слышу разницы. Мы уже говорили с тобой. Помнишь, в русском языке нет звука «э», поэтому вам эта разница не очень слышна. Amen. Men. Правду ворона говорила. Медведь мне на ухо наступил. Кстати, точно так же неправильно множественное число образует слово a woman – женщина. A woman – женщина. Women – женщины. Значит, много женщин. Many women. Good for you. И уж если мы заговорили о неправильном образовании множественного числа, то давай запомним еще одно словечко. A child – ребенок. Children – дети. Много детей. Many children. Точно. Знаешь, я подумал, почему, может быть, эти слова не так звучат во множественном числе? Посмотри. Человек, мужчина, женщина, ребенок – слова, наверное, очень-очень древние. Может быть, когда они появились, люди еще и считать не умели. А значит, и правил для образования множественного числа не было. Ну, ты даешь. Тебе надо этимологией заниматься. Чем-чем? Я тебе потом про этимологию расскажу. Ой, что-то я устал сегодня. I'm tired. Как-как? I'm tired. Tired – усталый, утомленный. Вот-вот. I'm tired. Ну, тогда давай на сегодня закончим. Our lesson is OWA. Редактор субтитров А.Семкин